На часах 7 утра. В это время обычные люди потягиваются в постели или пьют утренний кофе. Но мы на полпути между Шалаболихой и селом Иня. За ночь намело столько, что даже вездеход Буханка застрял в снежных дюнах. Следы диких животных встречаем уже здесь. Следом застревает Нива и теперь у нас одна лопата на две машины. А что ж без лопаты поехали? Да это закон подлости, наверное. Была лопата. Выложил. Думаю, дорогу пробили. Все вроде чистое. Не намечалось такой. Вот выложил и... Наконец помощь. А вот в такие моменты говоришь себя. Лучший друг съемочной группы это снегоход. Особенно с прицепом, куда от ледяного ветра можно спрятать ценное оборудование с оператором. В селе Иня встречаемся с командой егерей и выдвигаемся в лес. Пополнить кормушки сеном. Охот хозяйства Приобье холдинговая компания Алтай лес это 70 тысяч гектаров. Леса, болота, поля. И все это плотно заселено. Следами лосей и косуль снег буквально исчерчен. Лосиные следы свежие прям. Буквально перед нами где-то прошло. Первая остановка – кормушка для косуль. В эту зиму такие столовые особенно нужны. Снежный покров достигает местами до метра. Косуля передвигается очень плохо. Лоси тоже бороздят почти по живот. Вот таким образом мы считаем, что мы оказываем помощь им перезимовать. Всего егеря обслуживают несколько десятков таких кормушек. Помимо сена в рационе – соль. А соль им сейчас нужна, потому что ближе к весне витаминоз начинается. Они соль любят, что лоси, что косули. Но животных по-прежнему не видно. Егеря говорят, скорее всего, из-за метели. Живность предпочитает в такую погоду отсиживаться. Ну, в конце концов, лес – это не зоопарк. Здесь расписание для фотосессии определяют сами животные. Мы, в свою очередь, не можем добраться до всех кормушек. Так, дальше не пошли. Снега слишком много даже для снегоходов. А это кабанья столовая. В меню – овес. Отдельно кормушки для взрослых особей и для кабанят. Маленькие пролазят. Большие обычно их отгоняют. А маленькие пролазят. Они тут наедятся. А большие залезть и не могут. Вот, кстати, кабан точит здесь свои клыки. И много деревьев в округе именно в таких следах. Оператор, который сейчас по ту сторону камеры, уже сравнил меня в этой специальной одежде со смешариком. И я даже подозреваю, с каким. Зато, знаете ли, тепло. Для животных холод не самый страшный враг. Самый, пожалуй, страшный враг – это глубокий снег. Кабан – мощное животное, но у него короткие лапы. И даже он на таком глубоком снегу выбивается из сил. И порой погибает. Егерям удалось чуть раньше снять, как это выглядит. Так что такая подкормка для них – жизненно важный источник энергии. Кстати, заодно здесь кормятся и другие лесные обитатели. Попал день живет у нас на кормушках. И оставляет себе запас. Вот он, овес натыканный в сосне. Вот. Последний рывок в надежде увидеть животных. Налегке вдвоем с егерем штурмуем увал. Итак, последний шанс увидеть вон за тем пригорком в том болоте хоть каких-то животных. Но снег настолько глубок, что даже снегоход его не преодолеет. И пешком добраться практически невозможно. И позже нам почти повезло. Внезапно из чащи вышли два крупных лося. Но из-за сильного холода обе камеры отказались работать. Так что вот они, красавцы, на снимках, которыми поделились егеря. Для них встречать животных – рутина. За зиму они десятки раз проедут, пройдут за снеженными тропами, стараясь подкормить жителей леса. Но, признаются, выживут явно не все. Природа, как всегда, возьмет свое. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...